Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословен Господь Бог Израилев, еко посети и избави народ свой. Этими словами, как мы слышали только что в Евангелии, возлюбленные Господи, братья и сестры, святой праведный Захария, священник, благословлял Бога и тем самым пророчествовал о Своем Сыне, о Сыне, которого Господь чудесным образом послал Ему в преклонном возрасте. Само событие Рождества, Претечи и Крестителя Господня Иоанна – это событие чудесное, событие, которое заставило многих говорить о Нем. Рождество, Претечи и Крестителя Господня Иоанна – это событие, которое является, по сути, гранью заветов, потому что пророк, Претечи и Креститель Господень Иоанн является последним пророком Ветхого Завета и первым пророком Нового Завета. О Нем возвещали пророки, о Нем мы слышим на страницах Евангелия, и Он имеет особую миссию – миссию уготовать путь в Господень для самого Спасителя мира, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Событие, которое мы слышали в Евангелии, это прежде всего событие встречи. Встречи человечества с волей Божией. Когда священники служили в Иерусалимском храме, в храме, в котором приносилась жертва, сейчас иудейский народ не имеет храма, а тогда народ богоизбранный имел храм, где приносилась жертва богоугодная. До того, как мир был искуплен нашим Спасителем, Его Тридневным Божественным Воскресением, жертвы приносились в виде приношений животных. И вот эти жертвоприношения приносились в Иерусалимском храме. Священники служили в строгой череде. Всего было 24 череды, и Захария относился к череде Авиевой. И вот настала его очередь служить. И нужно сказать, что ветхозаветный порядок богослужения значительно отличался от порядка богослужения Новозаветного. Ну, во-первых, мы приносим бескровную жертву, приносим жертву, которую нам заповедовал Господь, под видом хлеба и вина мы принимаем истинное тело и истинную кровь нашего Господа. В Ветхом Завете из-за того, что не было еще совершено искупление человеческого рода, жертвы приносились в умилостивление Богу, и при этом в храм не везде мог зайти человек. Даже первосвященники заходили во святая святых единожды в год. Святилище, вот это пространство, которое у нас, вот где молится народ Божий в храме, оно может называться и в нашем храме святилищем, основная часть храма. Так вот, в святилище заходили первосвященники, священники и левиты, а народ находился во дворе, в аналоге наших притворок. И, вернее, наши притвороги, притворы аналоги двора. И вот священник, когда совершал кождение, он заходил в ту часть храма, которая именуется святилищем, совершал там положенное священнодействие, и далее с хадилом, с фимиамом, возвращался кодить народ Божий, который находился во дворе. И вот в момент кождение священник Захария входит в святилище, и в святилище во время совершения одним священнодействия он встречает, как сказано в Евангелии, справа от алтаря архангела Гавриила. Встречает ангела Божия, ангел Божий представляется тот самый, который через полгода будет благовествовать Благовещение Пречистой и Преблагословенной Бладычице Богородице и Преснодеве Марии. И тот же архангел Гаврил за полгода ранее, из-за этого, кстати, предтеча является предтечью, он готовит путь спасителю. Вначале он рождается за полгода ранее в мир, затем он страдает ранее, креста спасителя, и кроме того, что во время земного своего служения проповедует истины Царствия Божия, он по усекновении также проповедует в аду пришествие Христова и избавление праведников от уз адовых. И предтеча является все время готовящим путь к Господу. И также как к Господу, так и возвещается по рождению предтечи. Только разница одна, и она большая. Чудо рождения предтечи заключается в том, что Рождество предтечи – это Рождество естественное, потому что он рождается от мужчины и женщины по природе, но с благословением Божиим. А чудо заключается в том, что физиологический, наверное, возраст старых родителей заставляет их самих усомниться в возможности такого рождения. И вот мы видим, что Архангел Гавриил возвращает, Захария, твоя молитва услышана перед Богом, а мы слышим в Евангелии, что и Захария, и Елисавет были людьми праведными, ходили перед Богом, исполняя заповеди его, непорочны. То есть это особая мера совершенства праведности. И они уже разуверились, потому что были старыми людьми и уже не ожидали принять благословение от Бога в виде долгожданного чада. И Захария, конечно же, сомневается и говорит, «Откуда я это узнаю? Я стар, и жена моя замоторела в годах своих, а Архангел Гавриил говорит, что ты узнаешь, потому что не поверил мне с этого времени, ты будешь молчать, и пока это не сбудется, ты не заговоришь». И вот выходит Захария к людям, которые молятся на богослужении, видят, что он изменился в лице, все догадались, что он имел видение, что он причастен был к особому откровению Божьему. И при этом никто не дерзает спрашивать, но только на вопросы Захария кивает в знак ответа головой. Приходит время, когда Захария и Елизавета разрешаются от бесплодства, и, согласно иудейской традиции, ребенка первенца хотели назвать в честь отца. Но мать возглашает, что необходимо назвать ребенка Иоанном. Иоанн по-еврейски обозначает благодать. Благодать значит сила Божия. И просит Захария табличку и мел, на которой пишет слова «Иоанн будет имя ему». И в восьмой день, когда обрезают младенца, нарекают ему имя, сбывается пророчество не только о Рождестве Претечи, но и о его имени. И с этого времени разрешаются пуста праведного Захарии. И он благословляет Бога и возвещает пророчество о своем сыне. И это пророчество, конечно же, Вадима Духом Святым. Он говорит о том, что благословен Бог, который посетил и избавил Израиль, посетил и избавил люди свои. Почему возглашается это пророчество, касающееся всего народа? Почему возглашается пророчество, которое не касается какой-то семьи отдельной или даже счастливой престарелой семьи Захарии, а возвещается это пророчество, потому что бесплодство, не имение детей в ветхозаветное время и во время ожидания Мессии и Искупителя Мира было самым страшным наказанием. Каждая семья ждала, что в их семье может родиться Мессия. То, какие истребленные там представления о пришествии Искупителя Мира были, это уже другая история, но каждая семья, которая без детства считалась страшным наказанием Божиим. И здесь некая логичность. Нелогичное это в том, что люди праведные, а детей не имеют. Вот оно не вкладывалось в парадигму мировоззрения того времени. И вот Захария и Елисавет получают благословение от Бога, и Захария знает, но все девять месяцев он молчит, потому что не знает, не имеет возможности сказать о виденном и слышанном от Архангела Гавриила, но когда происходит Рождество и наречение имени его долгожданного сына, он возвещает об откровении о своем сыне. В семью приходит благодать, и эта семья славит Бога. Славит Бога и понимает, что их ребенок особенный, особенный потому, что он приходит уготовать путь Господний. Вообще ветхозаветное общество говорило так активно о пришествии Мессии в богоизбранном народе. Это была тема более обсуждаемая, чем сегодня у нас в обществе, тема вакцинации. Потому что люди жили ожиданием. Люди жили надеждой на Бога, который приходит в мир, для того, чтобы избавить мир от власти греха, проклятия и смерти. Для того, чтобы искупить мир от греха и избавить его от власти дьявола. Сейчас у нас в обществе, к сожалению, другие тенденции. Мы в первую очередь переживаем о своей жизни. Конечно же, жизнь для человека ценна, но для христианина более ценным является беспокойство о своей душе. И святитель Николай Сердки в частности говорит о том, что главная забота человека это забота о спасении души. И вот мы себе представить даже не можем, в какой мере радовались ненадеявшиеся и за это согрешившие неверием праведные Захария и Елисавета, заматревшие в годах, покрывшиеся блеском седины, они получили щедрое благословение и утешение от Бога. Бывает так и с христианским сердцем, что мы молимся долго, не получаем просимого, а Господь не дает нам того, чего мы просим, для того, чтобы только позже явилась на нас слава Божия. Бывает так, что Господь не отвечает здесь и сейчас на нашу молитву, потому что для нас это бывает неполезно. Бывает и такое, что нам, мнимым праведникам, Господь дает упасть в неверие, для того, чтобы мы покаявшись, обрели веру более крепкую, нежели когда ее имели. И бывает так, что нам кажется, что Господь нас оставил, а Господь идет рядом с нами. Господь посылает нам ангелов своих для сохранения и благословения нашей жизни. Господь заботится о нашем спасении и являет свою любовь. Событие, которое мы чествуем сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, это событие, которое возвещает грядущее Боговоплощение, потому что предтеча уже готовит путь для нашего Спасителя. Путь же молитвами и благословением предтечи, который нарекся пророком Вышнего, Господь сподобит нас ощутить ту радость, хотя бы в малой мере ту радость, которую получили по молитве Его праведные родители, чтобы и нам возгласить, благословен Бог, который посетил и избавил люди своя Аминь. Спасибо. Спасибо.